Добрый день! В эфире программа «Тема дня». Администрация Хабаровска объявляет конкурс на соискание грантов в области развития физической культуры и спорта. Призовой фонд в этом году около 5 миллионов рублей. Кто может стать соискателем, какие проекты уже реализованы благодаря грантам, эти вопросы адресуем нашему гостю. В студии у нас Алексей Подгорный, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска. Алексей Викторович, здравствуйте! Самый первый вопрос. Какие гранты существуют в области физической культуры и спорта? Кто может рассчитывать на них? 2 марта объявлен очередной конкурс на получение муниципальных грантов в области развития физической культуры и спорта в 2015 году. Конкурс грантов проходит в шестой раз. Сумма средств грантов, предусмотренных бюджетом города, составляет 4 миллиона 600 и будут распределены на четыре направления. Это оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению, агитация и пропаганда физической культуры и спорта в городе Хабаровске, оказание физкультурно-оздоровительных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями и на реконструкцию и строительство простейших спортивных сооружений. Уже есть желающие, наверняка, заявки? Или только начинается сбор заявок? Сбор заявок начался 2 марта и будет закончен 10 апреля, но порядка уже 10 организаций пришли, проконсультировались о порядке подачи пакета документов. Есть ли какие-то требования или ограничения для желающих получить грант, поучаствовать в этом конкурсе? По некоторым направлениям это только оказание физкультурно-оздоровительных услуг и оказание физкультурно-оздоровительных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями. Должны быть физкультурно-спортивные организации или общественные организации, в уставах которых включена физкультурно-оздоровительная работа. Вместе с этим условием на получение муниципального гранта является своевременное предоставление статистической отчетности по физической культуре и спорту. А если это конкурс, тогда в чем он заключается? Претенденты подают пакеты документов, конкурсная комиссия рассматривает их, определяет победителей и сумму гранта. Если по трем направлениям, за исключением строительства и реконструкции простейших спортивных сооружений, грантополучатель может получить сумму от 60 до 300 тысяч, а в направлении строительства и реконструкции до полумиллиона. Это работа комиссии, определить основные направления по реализации проекта, при необходимости провести корректировки, что будет являться для достижения показателей, которые хотели достигнуть организации. В качестве примеров у нас были такие на рассмотрении проекты, когда в процессе суммы уменьшались с 300 тысяч до 100. Ну вот наши корреспонденты подготовили сюжет, кто уже воспользовался грантом и чего удалось добиться благодаря грантовой поддержке администрации. Давайте посмотрим. Николай Сальников получил грант в прошлом году. В пустующих складских помещениях, которые после ремонта можно было сдать в аренду и регулярно получать прибыль, он обосновал спортивный клуб для молодежи поселка имени Горького. Поселок Горького несколько неблагополучный в этом отношении. Вот хотелось, чтобы как-то привлекать. Здесь детдом, училище здесь есть. Вот отсюда люди в принципе приходят. На татами основы рукопашного боя изучают подростки из детского дома. Вход на занятия для них бесплатный. Здесь как-то интереснее. Мне нравятся занятия. Да, ну лучше чему-то научиться в жизни, чем просто так гулять. Холсты с собаками крутить. Я самый постоянный здесь посетитель. Очень давно сюда хожу. Сейчас мечта Николая Федоровича привлечь в клуб для занятий спортом детей, которым едва исполнилось 6 лет. Для этого необходимы тренажеры, поэтому директор думает подать снова заявку на участие в конкурсе. Их администрация города принимает с начала марта. При финансовой поддержке за последние несколько лет уже удалось привлечь в частные спортивные клубы и организации почти 7 тысяч подростков. Вот мы посмотрели сюжет в поселке Горького. Интересная история со спортивным клубом. Если говорить о результатах грантовой политики, то чего удовольствовалось добиться и какие примеры можно привести? Ну вот если говорить о данном сюжете, ООО «Фрилансер» является победителем конкурса на получение муниципальных грантов. Вот из сюжета это три года подряд. Значит, естественно, с каждым годом ситуация у этого ООО меняется. Да, у них очень интересные идеи по дальнейшему развитию, в том числе и территории, прилегающие, как они хотели бы построить там, и экстрим-полосу для этих воспитанников. Но финансовые средства пока им этого не позволяют. Естественно, если они предоставят соответствующий проект, комиссия рассмотрит и примет свое решение о дальнейшей поддержке этого направления. Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие год-два муниципалитет не начнет строить какие-то объекты именно на той территории, на которой сейчас реализуется проект ООО «Фрилансер». Ну вот, а если говорить о других примерах? Ну, если говорить о других примерах, за пять, в этом году шестой, за пять лет рассмотрено более сотни проектов, многие стали победителями. Естественно, есть и достаточно уникальные проекты. Когда в 2011 году к нам пришел, к примеру, индивидуальный предприниматель Близеев с уникальной, в общем-то, программой реабилитации, значит, комиссия рассмотрела и однозначно приняла решение о поддержке данного предпринимателя, значит, каковы результаты. Он успешно уехал в Москву и реализует там уже в качестве программ реабилитации спортивных сборных команд, ну, что удалось добиться нам. Мы оставили эту методику в городе Хабаровске, у него есть последователи, которые успешно реализуют ее на территории города. Вот это один из ярких примеров, когда комиссия увидела перспективу, идею, перспективу, получила идея соответствующего развития, и мы получили соответствующий результат, который остался и продолжает работать на жителей города. Есть другие примеры по каждому направлению, можно рассказать. Значит, ведь направление агитации и пропаганда, которое появилось только в 2011 году, значит, она тоже дала достаточно большой толчок, в том числе и развитию физической культуры и спорта. Вот примером 2014 года, можно сказать, наиболее яркий из них, это участие журнала «Расти с Хабаровском», совместно с которым мы сделали вкладки про детско-юношеские спортивные школы. И надо видеть было лица детей, которые получали журнал и с удовольствием несли, показывали и в детско-юношескую школу, и в образовательные учреждения, говорили, вот видите, я занимаюсь спортом, и меня печатают в журнале. Это здорово. Ну, кстати, сейчас желающих заниматься спортом действительно много, и нехватка чувствуется и в ледовых аренах строиться, и в новых каких-то спортивных залах, бассейнах. Развиваются ли в Хабаровске новые виды спорта, может быть, какие-то интересные направления? В планах администрации города формирование земельного участка, это сопка Ореховая, месторождение кремистых сланцев, в перспективе строительства экстрим-парка для жителей города. Это уникальное место, уникальный рельеф, и для жителей города перспектива получить спортивный объект такого уровня в черте, а не за пределами города с трудными логистическими путями доставки. Естественно, это перспективный объект, в том числе и для вложения средств инвесторов. Если говорить о сроках, можно ли уже о них говорить, когда это возможно реализовать? В ближайшие 2-3 года. Спасибо, я благодарю вас за интересный разговор. Напомню, что в студии у нас был Алексей Подгорный, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска. Я желаю вам хорошего дня и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!